доброго времени суток подписчики и гости моего канала фиалкин островок с вами елена сегодня вот хочу разобраться со своим детсадом смотрите сколько их наросло много они все выросли в пакетах в зипах когда они были маленькие я зипы наполовину обрезала они дорастали уже как в обычном стаканчике только в пакете когда пришло время пересаживать я их пересадила и теперь вот они выросли все по-разному какие-то больше какие-то меньше какие-то уже надо в стартеры переводить а некоторых еще в детсаду оставить ну и нужно заодно их полить поливаю я вот таким раствором вот такой цвет как слабый чай это раствор фитоспорина и удобрение тисса универсальная вот таким составом я поливаю и детишек и взрослых растений кроме тех кто не хочет цвести не хочу там вопрос отдельный сегодня надо еще полить и этих деток земля у них уже подсохла корневая хорошая какие детишки симпатюшки они у меня стоят вот таких маленьких контейнеров чтобы не выливалась влага когда я их поливаю листочки сплелись где больше грунта где меньше все зависело от того такого размера детка была посажена им уже тут место мало расти в этом контейнере их уже надо ставить подальше друг от друга чтобы было место куда расти что тут есть такие лошадушки по-другому не скажешь вот эта девушка у нас совсем разрослась розовая акварель моревский сорт листики видно уже с белой каемочкой иногда прямо не знаю куда и ставить такую красоту разросшуюся почему-то после новогодних праздников они не особо кому нужна и какая малюска то кто тут у нас такой сидит плетистая роза опять ствол нарастила есть сорта которая прямо любят стволики нарастать нарастать вот когда маленькие они видать не очень соображают что им делать а когда подрастают уже вот размер примерно стартера набирают и уже нормально потом расход уже не растят стволики понимают что они не яблоньки что они всего лишь навсего симпатичные фиалочки так это только первый контейнер еще два таких начну я с этих заниматься поливом начну с тех которые побольше чтобы их отдельно поставить и уже всего скорее на этой неделе я их пересажу в другие горток горшочки и они будут уже стартер чеками они маленькими деточками поливая их из принцовок так удобнее каждую понемножку какие цыплючие листики эта партия детсада стояла на окне поэтому я сильно их не поливаю потому что все-таки не очень тепло там буль-буль это вода набирается в грушу пока одна груша набирается поим другой на окне детишки росли под лампой пересажены они были из зипов где-то наверное конец октября начало ноября тогда они были очень маленькие вот сейчас доросли до такого размера скоро весенние праздники через полтора уже месяца и все уедут в новые домики жить до этого времени они еще подрастут возможно некоторые дадут бутоны вот первая партия у нас йод и теперь которые побольше наверное надо отдельно отставить ой даже не знаю все какие-то уже выросли большие надо же как на дрожжах растут вроде не очень большой это побольше да теперь в коробку то штучек 6 поместится не больше уси-пуси сорт все время листья отличаются от других сортов и вот эта розовая акварель какая-то она совсем другая похоже уже даже спорт по листу идет хотя и белый есть цвет но не такой должен быть зеленые посмотрим как зацветет всего скорее спортяжка будет может конечно и не хуже зацветет но уже не сорт и вот это розовая акварель похоже листики долго не росли и вот такие пятнышки надуть не могло окна я там не открывала зимой где детки стоят я окна не открываю там только через дверь проветриваться хуже фиалку не полила или она так быстро влагу впитала но вроде как не должен быть такой земляной ком светлый-пресветлый да девочки-барышни красотульки будущие напишите как вы поливаете свои растения может у вас есть более лучший способ так-то бы в идеале на капиллярные маты их переставить но у меня пока на стеллаже столько места нет у меня сейчас детишек наверное штучек около семидесяти и столько места мне не найти вот когда уйдут заботливые ручки там можно будет еще один контейнер здесь вообще какие-то лошадушки наросли деточки-то наши тоже какие хорошенькие это все скоро весна скоро надо профилактику делать обработочку от паразитов слышала что залетают в окна бывают трипсы но это наверное более в южных районах вот так трипсы могут к нам попасть с букетами когда нам дарят красивые цветочки из этого контейнера тут они и не помещаются все а их тоже надо полить уехали из кадра почему-то розовая акварель но прямо какая-то гигантомания у нее больше всех растет огромные листья обычно у Светланы Репкиной такие сорта с большими-то листиками тут селекционер Муев настолько красивый сорт что несмотря на то что у него такие огромные листья не хочется с ним расставаться вот это у нас получился следующий контейнер детсада польем и его хорошо земля подсохла для подоконника наверное самый оттон не замерзнет корневая система сегодня была в магазине и забыла купить горшочки столько маленьких хорошеньких навезли как раз для стартерчиков вспомнила на остановке вылетела из головы купила только пленку чтобы сделать капиллярные маты и все придется снова съездить детишкам которые подросли нужен больший домик еще я иногда делаю вот такие большие спринцовки под воду и ставлю трубочку для сока тоже очень много вмещается удобно поливать и можно под каждый листик таким носиком добраться так ну вот все этот детсад у нас тоже полился которые поменьше наверное я поставлю первыми которые побольше надо думать куда их на стеллаж пока я стаканчики не привезу под них розовый акварель то вообще большущая прибольшущая уже так и просится пересадите меня хочу в другой домик молючки воду я сильно с листьев не отряхиваю они не загниют им ничего не будет главное чтобы точка роста не была в воде а то что будет на листиках не страшно вот наверное еще одна здесь такая малюсичка плетистая роза поместится и в этот контейнер все а эту девушку красавицу надо поставить в другое место и последний у меня остался детсад здесь они не очень большие я думала не очень большие а это какой вырос кто же ему позволил так быстро расти кто это у нас да поливать надо playful spectrum а я думала у меня тот последний который стартер цвел оказываться еще и нет сейчас тоже пойдем в эту красоту вот еще думаю цирконцепином купить для поднятия иммунитета после того как я их пересажу нужно немножко полить там расход 1 капелька препарата на литр воды а упаковочки небольшие я уже не помню сколько миллилитров один или два наверное не больше ну с таким маленьким расходом его хватает надолго если небольшая коллекция ну вот и все здесь у меня самые последние детки которые я рассаживала с лишние капельки уберу вот и все и детки политы у меня так мало деток осталось на этот год с прошлого еще есть правда некоторые которые укореняются там пасынки сидят уже не детки ну вот дорогие так можно просто поливать спринцовка очень удобно спасибо за просмотр подписывайтесь на канал ставьте лайки задавайте интересные вопросы а то у меня прямо проблема бывает с темами что же вам показать такое интересное чем же вас порадовать прямо не знаю так что жду ваших вопросов пока 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 не знаю пока